МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из первых мест в новой программе отводит пропаганде паралимпийского спорта. И как следствие, Федерация дзюдо Ульяновской области побеждает в конкурсе президентских грантов. Более миллиона рублей идут на фестиваль паралимпийского дзюдо «Гибкий путь к вершине». Все хотят быть на вершине, а слепые люди тем более, они уже герои, понимаете? Поэтому они выбирают этот вот гибкий путь в своем желании завоевать вот эту медаль, дойти до этой вершины. Они герои-то уже давно. Они героями стали, когда пришли в зал дзюдо. Анатолий Шевченко в зал дзюдо в родной Анапе пришел, когда ему было 13. Сейчас уже почти 30. За прошедшие годы паренек, который с детства практически не видит, вырос в ведущего дзюдоиста паралимпийца страны. Был не просто участником, но призером самых крупных международных состязаний среди слабовидящих. Каждый человек, который каким-то видом деятельности занимает, ему, наверное, дает что-то свое. Также и дзюдо. Это много друзей. Хорошее, полезное времяпрепровождение. Анатолий Шевченко стал одним из главных героев чемпионата России среди слабовидящих, который и прошел в рамках фестиваля паралимпийского дзюдо «Гибкий путь к вершине». Около 200 спортсменов из 22 регионов страны разыграли не только награды соревнований, но и путевки в паралимпийскую сборную России. Потому самые внимательные зрители поединков – тренеры национальной команды. Особенно хочу выделить спортсменов с полным отсутствием зрения. Это, наверное, наиболее самоотверженные люди, которые готовы с гораздо большей самоотдачей работать за результат. Очень важная задача у тренера такого, который занимается, будем говорить, паралимпийцами, надо их как можно больше социализировать, чтобы они чувствовали себя в обществе на равных со всеми. Ни одним чемпионатом живет фестиваль «Гибкий путь к вершине». Кроме поединков на татами, это еще и круглый стол по проблемам развития паралимпийского спорта в стране, тренерский семинар и, конечно, семинар по проблемам допинга среди российских паралимпийцев. У нас очень редко, когда происходят случаи нарушения антидопинговых правил в плане приема каких-то запрещенных препаратов. Чаще всего это такие случаи, как пропуск тестирования, то есть именно по незнанию антидопинговых правил. В нашем виде спорта – спорт слабовидящих, спорт дзюдо. У нас никогда не были положительные допинг-пробы и допинговых скандалов никогда не было. И вообще фарм-культура на высочайшем уровне. Высочайший уровень допинг-культуры – это не просто слова, но и действия, причем исключительно законные, в рамках самых жестких правил. Лидер ульяновской сборной Ольга Забродская перед чемпионатом страны получила сильнейшую простуду. Задачу поставить спортсменку на ноги, не нарушив антидопинговые правила, ульяновские врачи выполнили успешно. А сама Забродская хоть и температурила, но все равно вышла на татами и завоевала золотую медаль. Со мной работает хорошая команда профессионалов и тренерский состав, и врач, поэтому, наверное, от них и черпаю. Я не могу подвести ту команду, с которой я работаю. Чемпионат России – это, конечно, вершина, но это не самая главная вершина. Самая главная вершина у нас, она выше находится, это паралимпийские игры, конечно. И надеемся, что Оля будет участвовать в предстоящем чемпионате мира в 2018 году. Кроме Забродской в состав национальной сборной России пробились и еще два ульянских паралимпийца. Серебряный призер чемпионата страны Айгуль Файзулина и бронзовый призер соревнований Нух Салихов. В ближайшее время им наступать на международных стартах. Михаил Сашанский, новость ульянской правды. Субтитры создавал DimaTorzok